Давайте определим метрические пространства. Я просто напомню определение, что такое метрика, и как оно задает топологию. Значит, множество x, d называется метрическое пространство. Если d — это функция из декартового квадрата икса в р плюс, то есть положительные, неотрицательные вещественные числа со следующими свойствами. d от xy равно нулю тогда и только тогда, когда x равно y. Второе — симметричность, и третье — неравенство треугольника. Неравенство треугольника. Неравенство треугольника. И тогда можно определить на этом же пространстве, можно задать топологию. То есть это такой прямой и один из самых простых и естественных способов задания топологии. К сожалению, не везде можно таким образом задать, но если есть такая функция, то открытые подмножества, значит, u открыто в x, открытые подмножества определяются следующим образом. u открыто, если для любой точки x из u существует такой, что шар, этот диск с радиусом эпсилон и с центром в точке x целиком лежит в u. Это обозначение шара, шара радиуса эпсилон с центром в точке x. Иногда эту функцию будем обозначать через ρ, ρ или d, так что если во время каких-то изложений я буду путать ρ и d, то ничего страшного, будем воспринимать, что это та же самая функция. То есть задаем таким образом открытое множество, и очевидно, что это определение превращает их в топологическое пространство относительно такой топологии. Но до того, пока мы будем рассматривать более детально топологические пространства, которые допускают, вообще описание, которые допускают метрику, я бы хотел несколько примеров таких топологических векторных пространств привести. И давайте... Вы все хорошо знаете с первого курса, что вы изучали такие пространства, как V-линейное пространство или векторное пространство над вещественным полем. Тогда на векторных пространствах можно задать метрику следующим образом. Эта метрика будет, так называемая, трансляционно-инвариантная, поэтому она задается только в начале системы координат, она называется нормой, такая функция. И давайте вот, значит, норма. Это функция от одной векторной переменной в неотрицательные числа, которая удовлетворяет следующим свойствам. Норма вектора равняется нулю тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой. Норма лямбда икс равно модуль лямбда умноженной на норму икс. Это условие... Это условие однородности. Однородности степени один. И третье условие. Опять то же самое неравенство треугольника. Значит, норма икс плюс игрок меньше или равно норма икс плюс норма икс. Неравенство треугольника, норма икс плюс игрок, меньше или равно норма икс плюс норма икс. А вот если задана такая функция, норма на пространстве, на вещественном векторном пространстве, то на том же пространстве можно определить метрику тоже. Значит, метрика, заданная нормой, имеет следующий вид. Значит, ρ между двумя векторами x и y равняется норма вектора x минус y. Очевидно. Очевидно. И проверить. Что метрика, определенная вот этой формулой, формула и звездочка удовлетворяют свойства. Удовлетворяют свойствам. Я вот тут эти свойства покажу стрелкой. Вот этим трем свойствам. Удовлетворяют вот этим. Проверка, проверка элементарная и очевидная. Теперь давайте несколько примеров вот этих нормированных пространств. И первый, первый самый пример, который вы знаете. Значит, давайте примеры. Пусть в, пусть на в задано эвклидово-скалярное произведение. Тогда давайте проверим, что функция нормы, определенная следующим образом. Норма x равняется корень квадратный из скалярного квадрата x. Скалярного квадрата x. Вот такая функция является нормой. Давайте сразу, сразу заметим, что 1 и 2 проверяются, 1 и 2 проверяются, являются очевидными. Проверка 1 и 2 очевидна из-за положительной определенности скалярного произведения. А 3 следует из неравенства Каши-Буняковского. Следует из неравенства Каши-Буняковского, потому что неравенство Каши-Буняковского x, y в квадрате меньше, чем длина x в квадрате, длина y в квадрате. Отсюда следует, что корректно определен корректно определен косинус угла. Корректно определен косинус угла. Ну а третье свойство — это следствие из теоремы косинусов, потому что x плюс y является третьей стороной треугольника, где вектора x, y — это две стороны с косинусом угла между ними. Это вот такое нормированное пространство. Но сейчас я хочу показать, что... Сейчас давайте покажем, что не только такая норма, не только такую норму можно ввести, есть еще... Еще есть другие... Другие нормы на этом же пространстве. Вот давайте одну из норм... Одну из норм возьмем... Пусть два оконечномерные... Пусть два оконечномерные... Пусть два оконечномерные... И зафиксируем какой-нибудь базис. И зафиксируем какой-нибудь базис. Тогда давайте определим норму... Значит, пусть вектор x раскладывается в данном базисе, как x1, e1, плюс и так далее, плюс xn, e, n. И определим норму x как максимум из множества x и модуль. Как максимум модуль x и... И меняется от единицы 2. Давайте проверим, что... Давайте проверим, что... Каждое из этих условий 1, 2, 3 выполнено. Ну, действительно... Действительно... 1 и 2 являются очевидными. Просто для нулевого вектора максимум координаты это 0. Если умножить на λ, все координаты умножаются на λ. Ну, следовательно, максимальная координата тоже умножается на λ. Ну, поэтому на модуль λ. Ну, и неравенство треугольника тоже очевидно. Если y задано в виде x1, y1, e1, плюс и так далее, плюс xn, yn, en, то рассмотрим норму x плюс y. Это максимум среди всех чисел x и плюс y, x и плюс y, и, x и плюс y. Это меньше или равно, чем максимум x и плюс y, x и плюс y. плюс максимум игроки. Ну, при сложении, при сложении, конечно, заменяется таким максимумом. Потому что каждая из них можем заменить на сумму модуля. От этого максимум только увеличится. А потом взять максимальное. Ну, и каждая слагаемая тем самым увеличится. Вот теперь давайте покажем, что, покажем, что это в некотором смысле, эта норма является в некотором смысле… А, еще приведем еще один пример. Значит, это в бифклидовом случае. Это в случае конечномерного векторного пространства. Аналогичная норма, вот аналогична вот этой норме. Это вот примеры. Значит, это нулевой, первый пример. Это второй пример. И давайте третий пример. Когда v – бесконечномерное пространство. Пусть v – это пространство непрерывных функций на отрезке 0,1. Пусть v – пространство непрерывных функций на отрезке 0,1. И давайте рассмотрим, рассмотрим на этом пространстве две нормы. Мы можем аналогично примерам 1,2. Давайте эти примеры обозначим 1 штрих и 2 штриха. То есть пример 3 штрих. На пространство v можно задать скалярное произведение, эвклидово-скалярное произведение, и норму образовать с помощью этого эвклидово-скалярного произведения. fg равняется интеграл от 0 до 1, f от x, g от x, dx. Ну, следовательно, норма f задается как корень квадратный из интеграла от 0 до 1, f квадрат x dx. И опять уже проверять ничего не надо. Неравенство Каши-Буняковского верно и для этого скалярного произведения, вообще для любого положительно определенного скалярного произведения в линейных пространствах. Ну и, следовательно, верно и для такой нормы. И эта норма является аналогом, она получается из эвклидовой структуры. Теперь 3,2 штриха — это такой пример, который является аналогом вот этой нормы. Значит, пусть норма f задается как максимум, который достигается, максимум функции f от x при x, пробежащей от 0 до 1. То есть, если у вас непрерывная функция на отрезке, то и модуль является непрерывной функцией и достигается максимум. И вот это максимальное значение и называется нормой. И задаем норму функции f. Очевидно, что удовлетворяет свойствам 1, 2, 3 так же, как и норма в этом пространстве. Аналогичная норма в конечномерном пространстве, потому что при сложении двух функций, при сложении двух функций, очевидно, что максимум, если у вас заданы две функции, одна функция f. Я сразу рисую их как... их можно нарисовать сразу как положительные, потому что мы берем модуль. И другая функция g. Это f от x, а это g от x. Понятное дело, что вот... Вот это норма g, а это норма f. Но максимум суммы, максимум суммы этих двух функций, оно может достигаться совершенно в другом месте. в другом месте, но он является суммой... Но этот максимум является суммой меньших значений. Поэтому выполнено... Поэтому выполнено... Если бы f и g достигали своих максимумов в одной той же точке, тогда f плюс g, тогда норма f плюс g совпадала бы с нормой f плюс норма g. А если они достигаются в разных точках, то тогда максимум f плюс g достигается в какой-то точке, которая может не совпадать с точками максимума f и максимума g. Следовательно, это нижняя оценка. Это является нижней оценкой. Теперь давайте посмотрим, как выглядит топология, как выглядят соответствующие открытые окрестности, скажем, открытые ε на окрестности нуля. для нормы 1, для вот этой нормы 2. Я хочу показать, что норму 2 нельзя задать... Очевидно, что... Норму 2 нельзя задавать с помощью эвклидовой структуры. Очевидно, что норму 2 нельзя задавать с помощью эвклидовой структуры. Но... Сейчас это мне нужно... Нельзя задавать с помощью эвклидовой структуры. Так, интуитивно понятно, но доказательства это... Доказательства легко получаются, если мы рассмотрим... Если мы посмотрим, как выглядит... Как выглядит окрестности нуля, ну или единичный шар... Эдиничный шар в норме, вот в этой норме. И давайте пусть В совпадает... Пусть В это двумерная плоскость, чтобы легче было рисовать. Тогда единичный шар... И пусть длина норма базисных векторов равна единице. Но мы их всегда можем взять... Нормировать на единицу. Пусть они равны единице. Тогда вот эта норма максимум... Единичный шар имеет следующий вид. Границы этого единичного шара... Значит, это такие... D, 0, 1... Это множество таких x, y... Что... И модуль x меньше единицы... И модуль y меньше единицы... И модуль x меньше единицы... И модуль y меньше единицы... Ну, значит... Они образуют... Они образуют... Они образуют вот такой... Они образуют вот такой квадрат. Квадрат. Теперь... Значит, образуют квадрат. Если бы метрика была задана скалярным произведением, то граница единичного шара... Как видно из этого уравнения... Значит, граница единичного шара... Задается... Уравнением... x, x равно единице... Это уравнение квадратично... Квадратично относительно координат. А раз оно квадратично относительно координат, то понятное дело, что граница является что-то похожее на эллипс. А тут у вас квадрат. А тут у вас квадрат. Следовательно... Следовательно... Норм больше, чем метрик. Любая метрика задает норму, но не наоборот. Хотя бы по такой простой причине... Давайте я прямо сюда напишу. Неравенство параллелограммы... Равенство параллелограммы или тождество параллелограммы. Оно выглядит так. Если задано скалярное произведение, то сумма квадратов длин диагонали любого параллелограмма равняется удвоенной сумме... Равняется сумме всех сторон. Равняется удвоенной сумме всех сторон. Это параллелограмма, которая выполнена для эвклидово-скалярных произведений. Но почему оно должно быть выполнено для всех норм, это не очевидно. И это неверно, вообще-то говоря. Можно ввести кучу... Скажем, для этой нормы эвклидово-скалярные произведения... Эвклидово-скалярные произведения... Для этой нормы не удовлетворено вот эти... Вот это условие тоже стопараллелограммы. Это очевидно. Очевидно. Для... Ну, скажем, проверьте, чему равняется сумма сторон вот этого квадрата, который нарисован. Сумма сторон квадрата и сумма сторон диагонали. Ну, давайте проверим. Проверим. Если длина АВ... Ну, или расстояние АВ. Уже определяем метрику. Тогда расстояние АВ... Это норма вектора АВ. Норма вектора АВ. АВ. Но вектор АВ имеет координаты 2,0. 0,2. Это равно 2. Следовательно, сумма всех сторон 8. Периметр равняется 8. 16. Сумма квадратов всех сторон. Сумма квадратов. Значит, АВ квадрат плюс ВС квадрат плюс СД квадрат плюс АД квадрат. Сумма квадрат. Это 16. АС. Значит, РО АС. АС. Это длина вектора АС. А это вектор 2 минус 2. 2,2. АС это 2,2. Ну, это же равно 2. Следовательно, сумма квадратов в диагонали равно 8. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 10. 14. 14. 15. 16. 21. 21. 21. с центром нуля и радиусом эпсилон выпукло. Это для любого нормированного пространства, вообще для любого, что шары с центром в нуле являются выпуклыми, ну а то, что они еще являются центрально-симметричными. Но давайте сначала проверим выпуклость, пусть норма х меньше… я проверю для эпсилон равно единице, поскольку наша норма является однородной функцией, проверка для эпсилона равна единице, достаточно, норма меньше единицы и норма игрока меньше единицы. Тогда любая точка-отрезка, которая лежит между х и у, игрок задается как t, умноженное на х, плюс 1 минус t, умноженное на у, где t пробегает 0,1. Это параметризация отрезка, соединяющая х и у. Тогда давайте применим к z неравенство треугольника. Из-за положительности t и 1 минус t получим, что это меньше или равно чем t на длину х плюс 1 минус t на норму игрок, а это меньше или равно… теперь вместо х и у я подставлю единицы… извините… подставлю единицы и тут получится 1. Строгое неравенство. То есть любой выпуклый шар, любой… шар любого радиуса является выпуклым множеством. Но вовсе… но… а может ли являться любым выпуклым множеством? Вот, пожалуйста, значит, задача. Действительно является… может получиться любое выпуклое множество. Но… еще… еще одно замечание… еще одно замечание… что этот шар… давайте… значит, шар радиуса 1 с центром в 0… я иногда буду писать d как шар, а иногда буду ставить d с чертой… это открытый шар, а d с чертой замкнутый шар… ну давайте так различать их обозначение… значит, еще вот этот d1 от d ε0 не только замкнут, но и симметрично, центрально-симметрично… ну и центрально-симметрично. Вот такие свойства у окрестностей. Вот теперь я хочу показать, что в каком-то смысле… в каком-то смысле вот… вот этот… вот эта метрика… то есть топология, открытое множество, заданные… заданные одной нормой и другой нормой, являются одними и тем же. Значит, что это значит? Давайте такой вопрос… когда две нормы… задают одинаковую топологию… я напоминаю, топология – это набор открытых множеств. Открытое множество мы определили, имея метрику, ну или норму для векторных пространств определили, как… ну вот с помощью… с помощью вот этого определения. Ну и вот давайте зададим вопрос, когда две нормы задают одинаковую топологию, ну и заодно сформулируем ответ и докажем… докажем, что… если… значит, задача… упражнение… назвать это задачей громко… было бы слишком громко… упражнение… пусть… на векторном пространстве v заданы две нормы… норма 1 и норма 2… пусть заданы две нормы… две функции нормы… если существуют такие константы… давайте я их… положительные константы… с и с большой… две положительные константы… такие, что для любого икса из v выполнено следующее… следующее равенство… а следующее неравенство… норма х… по первой норме… меньше или равно… с умноженное… с большое… умноженное на норму… х… по второй норме… и больше или равно… с маленькое умноженное на норму… х… опять по второй норме… то есть… норма 1 зажата… зажата… зажата с двух сторон… зажата с двух сторон… зажата с двух сторон… вот такой функции… с помощью второй нормы… тогда… тогда… норма 1… и норма 2… задают… одинаковую топологию… вот давайте проверим… давайте проверим… давайте проверим… для этого… для этого надо проверить… что… у них одинаковое множество… у них одинаковая… одинаковая… совокупность открытых множеств… значит… если… у является открытым… то есть… надо проверить… что… если… у… открыто… открыто… относительно… нормы… 1… отсюда… отсюда… следует… что… у открыто… относительно… нормы 2… но… достаточно… это утверждение… показать… в точке… 0… открыто… �� проверяете… как… 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 наличие… как… с любой точкой… еще… наличие… вместе… с… любой точкой… ещё… должно… содержать… всю… акрессию…… окрасно… для… некоторого… этого… elaborated… давайте… эту проверку… сделаем… эту проверку … для… нуля… начале… системы… координат… это… не… не… ограничивает… общности… не… ограничивает общности, потому что метрика, определенная таким образом, с помощью нормы является трансляционно инвариантным. Это значит, что если кикс игрок, вы прибавьте один и тот же вектор z, то получится опять то же самое. x плюс z, игрок плюс z. Вот это равенство – трансляционная инвариантность, трансляционная инвариантность или однородность. Вот это свойство нам гарантирует того, что если мы проверим вот это условие в окрестностей нуля, то будет верно в окрестностей любой другой точке. Все равно две доски закончили. Вот наше пространство, наше открытое множество у, и пусть точка 0 принадлежит начало системы координат или нулевая точка принадлежит. Тогда давайте рассмотрим шар радиуса эпсилон, открытый шар радиуса эпсилон с началом в точке 0 относительно нормы 1. Вот здесь давайте эту единичку я сверху поставлю. Значит, d1 эпсилон от нуля – это множество таких фиксов, что длина x по первой норме меньше эпсилон. Длина x по первой норме меньше эпсилон. Но отсюда следует, что длина x по второй норме вот из этого равенства следует, что длина x по норме 2 меньше, чем эпсилон, деленный на c. То есть, отсюда следует, что шар радиуса эпсилон, деленный на c относительно второй нормы входит в шар радиуса эпсилон относительно первой нормы. Ну, значит, по эпсилон мы можем пересчитать. Значит, в любой эпсилон шар начало системы координат относительно первой нормы содержит шар относительно второй нормы. И наоборот, любой шар второй нормы содержит шар первой нормы, потому что выполнено вот это условие тоже. То есть, мы можем доказать и наоборот. Следовательно, получается, что если множество у содержит некоторый открытый шар радиуса эпсилон в первой норме, содержит, начиная с какого-то, для некоторого эпсилон, то тогда существует эпсилон, деленный на c, такой, который обслуживает вторую норму. Который обслуживает вторую норму. То есть, найдется шар, который целиком лежит множеству Следовательно, эти две нормы, если связаны таким равенством, задают одну и ту же топологию на векторном пространстве. Перерыв. И давайте покажем, что в каком-то смысле, в каком-то смысле, вот эта норма универсальная, которую мы закрыли, к сожалению, норма от максимум координаты, которая считает максимум координаты, она в каком-то смысле универсальная, а это будет означать, что на конечномерном пространстве все нормы одинаковы. Как бы вы не определили норму, то она все будет задавать, это все одинаково. Вот пусть в некоторая норма, задана некоторая норма на конечномерном пространстве, я сейчас покажу для, тут я сильно закрываю вот эту доску, чуть-чуть. Покажем, что для двумерной плоскости я покажу, что действительно, какая бы ни была эта норма, она эквивалентна той. Давайте для этого делаем вот что. Значит, берем E1, E2, это образующие вектора. Какие-то образующие вектора. Я хочу показать, что для такой нормы, для произвольной нормы, я могу взять, я могу взять два шара, которые, которые ограничивают, для любой нормы годится, вот вместо двойки я всегда могу взять, для двойки, вместо двойки я всегда могу взять вот эту норму. норму максимуму. А единичка любая другая норма. Единичка любая другая норма. Тогда давайте напишем соответствующее равенство. Норма x равняется альфа E1 плюс бита E2, бета E2. Меньше или равно. Меньше или равно. Меньше или равно. Модуль альфа на E1 плюс модуль бета на E2. Это в нашей норме. Но теперь давайте обозначим через k максимум из двух чисел. норма E1 и норма E2. И тогда это меньше или равно, чем k на альфа, модуль альфа плюс модуль бета. Это означает следующее, что если если мы рассмотрим на нашем пространстве следующую норму, норма x. Давайте ее обозначим единичкой. следующим образом, это сумма координат. Сумма модулей координат. То легко проверить, что вот эта функция является нормой. Эта функция является нормой. Это во-первых. А во-вторых, для любой нормы существует такая константа k, что x, норма 1, меньше или равно, чем k на а, а это заметим, что это и есть k на x, на норму 1, от вектора x. То есть выполнено вот это равенство. Но теперь давайте посмотрим, что из себя представляет норма x как устроенные окрестности. Очевидно, что единичный шар в норме 1 выглядит следующим образом. Единичный шар в норме 1 выглядит следующим образом. Ну а тогда очевидно, что в этот единичный шар можно вписать, можно вписать единичный шар, шар радиуса 1, 2, относительно второй нормы. Значит, рассуждения, вот эти рассуждения показывают, что если я беру, давайте рассмотрим произвольное выпуклое множество, центрально симметричное произвольное выпуклое множество, окрестность нуля, единичный шар вокруг нуля в нашей норме. Тогда в этот шар мы можем вписать вот эту норму, возьмем концы вот этих пересечений, но из-за выпуклости сюда можно вписать окрестность по норме 1. Ну и описать можно окрестность по норме 1. Опять, опять из-за условия выпуклости, то есть существует некая прямая, которая в одной точке касается, она все находится на одну сторону, в каждой точке проводим такую пряму. И, значит, можно подобрать соответствующие константы, чему равны соответствующие константы в зависимости от шара, в зависимости от метрики. То есть мы показали, что, во-первых, вот эти две нормы или две метрики или две топологии одинаковы, и для любой другой топологии можно вписать, внутри любого шара можно вписать такой же шар, либо один, либо второй, либо описать такой же шар. А это означает, что все топологии на пространстве R2 одинаковы, но и более общее утверждение, что все нормы на конечномерном векторном пространстве все нормы на конечномерном векторном пространстве эквивалентны. Конечно, пространстве эквивалентны. Все равно, какую норму брать. И давайте еще одно. Значит, топология обычно на конечномерном, на любом пространстве задание топологии, это означает задание кольца непрерывных функций. И давайте сформулируем такую задачу. Она и задача, и упражнения одновременно, которые мы на самом деле уже решили. Это тоже самое утверждение, но теперь переформулируем в других терминах. Значит, пусть F некоторая функция на векторном пространстве, где V конечномерна. Мы только что доказали, что непрерывные функции в любой норме, это одно и то же. Любая норма задает один и тот же класс непрерывных функций. То есть F непрерывно в любой норме. Если в какой-то, то и в любой. Тогда это эквивалентно тому, что F непрерывно относительно координат. F непрерывно относительно любых переменных координат. Это вот упражнение. А мы давайте продолжим несколько других про другие пространства. Пока мы только что разобрались с топологическими векторными пространствами, оказывается, что в конечномерном случае все, что мы знали на первом курсе, или все, что вам рассказывают в анализе, этим все и ограничивается. То есть непрерывность функции вы можете проверять относительно координат. То есть если относительно каждой координат, до совокупности координат непрерывно, то она будет непрерывной в любой норме. И топология, заданная произвольной нормой, они задают одинаковый класс непрерывных функций. Одинаковая топология — это значит одинаковый класс непрерывных функций. Теперь давайте рассмотрим бесконечномерные случаи. Она представляет интересы. В бесконечномерных пространствах вся эта идиллия заканчивается. Давайте введем вот такое стандартное пространство, про которое вам будут рассказывать в функциональном анализе. Пусть П больше или равно единице. И рассмотрим пространство ЛП. Это такие наборы бесконечные. Это такие бесконечные последовательности, что сумма х и модуль в степени П меньше бесконечности. Во всем И. То есть ряд сходится в степени П. Если абсолютно сходящий ряд, то это Л1 пространство. Сходится для всех. Очевидно, что ЛП является линейным пространством. Если взять сумму двух таких, то если взять сумму двух таких выражений, то опять сумма двух таких последовательности опять будет обладать тем условием, что абсолютно будет сходиться, абсолютно будет сходиться ряд иксы плюс игроки в степени П. Ну, действительно, каждое слагаемое мы заменяем на иксы в степени П плюс игроки в степени П. Ну, и получится, что заодно мы доказали, что это пространство является… Да что, если ввести такое обозначение, такую функцию нормы… Значит, норма икса и стандартное обозначение П. Потому что бесконечные наборы, они образуют, конечно, какое-то векторное пространство. И там для каждого П можно… Значит, это одно и то же векторное пространство, по сути. подставство бесконечных последовательностей, но… Норма задана… Норма в каждом… для каждого П задается по-разному. Это в степени единицы деленной на П. И меняется от единицы до бесконечности. Вот так сумма вот этого ряда, которая сходится, еще в степени… Ой, извините… Еще в степени единицы деленной на П. Единица деленная на П, тут… Значит, неравенство треугольника… Обратите внимание, оно было бы и для степени П, но не было бы однородности относительно умножения на лямбда. Вот единица деленная на П вводится для умножения на… для… для однородности. Для определения однородности. Предельный случай – L-бесконечность. Предельный случай – L-бесконечность, когда П является… П является бесконечным. Значит, в предельном случае определяется как максимум функции. Значит, аналоги… L-бесконечность – это те наборы… Значит, норма бесконечность… Это максимум… Уже… Супремум… Супремум… Икситах… Для всех И. Но пространство L-бесконечность – это там, где ограничены… Икситые ограничены сверху… Это там, где икситые ограничены сверху… И в этом пространстве норма задается вот такой формулой. Значит, проверить… Проверка того, что… Проверка того, что… Проверка того, что это действительно является нормой… Она вот здесь прямо проведена. Вот эта строчка означает, что удовлетворяет уравнению… Удовлетворяет уравнению… Неравенство треугольника… А вот эта строчка уже значит, что… Есть однородность по лямбда. То есть можно вынести перед скобкой. Аналогично проверяется для вот этой нормы. Теперь параллельно… Параллельно вот с этой нормой у нас еще есть функциональное пространство. И мы на функциональном пространстве вот эту норму уже вводили. Теперь давайте еще две нормы я введу на функциональном пространстве. И на этом… Давайте рассмотрим пространство непрерывных функций опять на отрезке 0,1. Тогда аналогом вот той нормы… Аналогом первой нормы РП является… Вообще-то формально это не то определение. Поэтому я не буду писать, чтобы не смущать потом функциональном анализе соответствующего. … Я давайте возьму просто вот такую норму. Ф… … 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 Аналогичные нормы у вас будут в функциональном анализ заведены, но там будет немножко другое пространство. Не пространство непрерывных функций, а прямо суммируемых. Ну и аналог нормы бесконечности, аналог нормы бесконечности, это максимум, а эта норма у нас уже была, максимум модуля f от x, при x пробегает 0,1. Очевидно, что каждый из этих, каждый из таким образом введенных функций является нормой, значит тут проверка проверяется на уровне Риммановых сумм и ничем не отличается от правой части, это то, что написано с правой стороны на доске, проверка происходит на уровне Риммановых сумм. Вот это бесконечно мерное пространство, кстати, кстати, я сейчас, я не буду эту теорему доказывать, что для разных p вот эти пространства разные, они не изометричны. Для разных p эти пространства не изометричны. Как линейные пространства еще можно понять, что они разные, ну допустим, l-бесконечность явно отличается от любого lp. Но доказать, что они не изометричны, то есть не существует преобразования, сохраняющая норму, это не так просто, поэтому и вообще это не наше дело, не на этом курсе. Я просто хотел показать, как примеры, примеры на разных бесконечно мерных пространствах, как вводить нормы векторных пространствах. Теперь давайте, значит, дальше. Дальше я хочу привести еще один пример нормированного пространства. Давайте приведем еще один пример нормированного пространства, поскольку это совсем, совсем перпендикулярный пример из наших, из построенных нами. Поэтому я буду отдельно рисовать. Но некоторые из вас знают, а некоторые могут знать, а некоторые могут не знать, поэтому я... Давайте поступим к следующему, я просто буду полное определение, значит, пеодические числа. Пеодические числа, давайте, чтобы быстро и без формальности, поступим следующим образом. Давайте рассмотрим кольцо натуральных чисел. Давайте рассмотрим все натуральные числа и возьмем произвольное число n отсюда. Тогда произвольное число n мы можем записать в виде суммы. а 0 плюс 1p плюс а2p квадрат плюс и так далее, плюс akp в степени k, где каждая из аитых меньше... p простое... p простое, где каждая из аитых меньше, чем p и больше или равно 0. Очевидно, что любое целое число можно записать в таком виде. То есть разделим сначала на p, получим остаток а0, потом из n вычитаем а0, разделим опять на p, остаток это а1 и так далее. И так далее. Это впеодическое... Очевидно следующее, что давайте вот на этих рядах я введу норму. Пока что давайте введем алгебраическую структуру, а потом введем норму. Как два таких ряда складывать? Вот если задано n и n, то очевидно их можно сложить столбиком, как нас учили в школе. Их можно сложить столбиком. Что это значит? a0 прибавить b0, вычесть, сколько раз туда попало p, перенести на следующее. А0 плюс b0 по модулю p, потом плюс a1 плюс b1. Либо плюс 1, либо ничего не плюс, потому что если перенесли, то перенесли. Если меньше, чем p, то не надо переносить. Понятное дело, что два таких ряда складываются прямо вот как нас... Только я бы предпочел писать в этом случае... В десятичной системе мы пишем наоборот, когда p является... В десятичной системе мы пишем наоборот. Мы сначала пишем АК, а потом с левой стороны пишем большие эти самые. Хотя это не очень логично. А складывать начинаем с конца. Верхние разряды. Поэтому тут проще записать вот прямо так. А0, А1 и так далее АК. Просто запомним, что это записали в системе P. А если B, то такое же слово приписать, то надо начинать сложение с левой стороны. Теперь с умножением то же самое. Можем умножать столбиком. Почему бы и нет? Можем умножать столбиком. А вот что плохо... Ну пока ничего не плохо. Можем умножать столбиком и переносить... Тоже разряды те, которые переносятся направо, будут переноситься направо. Теперь давайте... Я могу в таком виде представить любое целое число. Но в таком же виде я могу представить любое отрицательное число. Только для этого мне понадобится... Для этого мне понадобится взять и добавить кое-что. Что такое отрицательное число? Для любого числа я хочу определить минус n. Но взять минус а0 я не могу. Я должен взять п минус а0. Чтобы сумма что-то переносила. Ну вот тут и... Значит тут будет... П минус а1. А тут единица переносится. Плюс 1. А па. Плюс и так далее. Но раскрою. Понятно... Па0... Будем считать, что а0 не равно нулю. То есть мы всегда начинаем с того... Мы всегда начинаем с ненулевого места. Всегда начинаем с ненулевого места. Поэтому если целые числа... Целые числа, они могут быть вообще-то заданы вот в таком виде. Значит... Некоторый набор... Некоторые первые слагаемые... Несколько первых слагаемых могут быть нулевые. Поэтому мы их выкидываем. Начинаем прямо с акаты. Акапой в степени к. Плюс и так далее. Где к... Некоторое натуральное... Некоторое натуральное число больше или равно нулю. Вот так... Так можем написать... Так можно любое целое число записать. Теперь... Обратное к ней... Обратное к ней... Если... Придерживаться вот этого... Правила сложения столбика... Тут надо писать следующим образом. Значит... Минус n... Это будет... П минус акаты... На пк. Тогда если с этим сложить, то получится ноль. И один разряд перейдет в следующий. То есть... Тут уже будет... П минус а1... И минус 1. Тут же один разряд добавился. Поэтому будет... П минус а1... Минус 1. П в степени к плюс 1. Ну вот тут еще один разряд перейдет. И так далее. Понятное дело, что таким образом восстановится ряд. Получится формальный ряд. Получится формальный ряд. То есть целые числа... Если мы хотим отрицательные целые числа задавать. Они будут задаваться обязательно рядами. То есть с правой стороны может уже быть бесконечно. Но... Нас это ничуть не смущает. Потому что если взять... И... Наше правило умножения и сложения продолжить таким образом. То... Умножать можно... Умножать можно... Как конечные суммы, так и ряды. Как конечные суммы, так и ряды. Но умножение... Умножение это еще... Это... Это означает, что... Вот если рассмотреть множество вот таких рядов. Значит, множество всех рядов. В этом кольце лежит... В этом кольце лежит... В этом кольце лежит кольцо Z. Целые числа. Все целые числа. В этом кольце лежат все целые числа. Они еще называются целые пеодические числа. Но... Ну, если мы можем минус N, значит целые числа. Ну, теперь давайте еще и обратим. А я хочу... А я хочу показать, что в этом кольце... Я сейчас еще могу чуть-чуть увеличить эти ряды и задать... И вложить туда рациональные числа. Давайте возьмем произвольный ряд. АКП в степени К плюс АК плюс 1. П в степени К плюс 1. Плюс и так далее. Возьмем произвольный ряд. Вот это число N. Эти числа называются пеодическими числами. Возьмем... Вот любое такое число. Я сейчас хочу показать, что я могу ввести единицы, деленные на N. То есть могу ввести такой ряд. Bm, Pm, плюс Bm, плюс 1. Pm, плюс 1. Плюс и так далее. Такой ряд, что их произведение даст единицу. Ну, очевидно, что это возможно. Во-первых, раз P является простым, то существует такой B, что Bm на АК равняется единице по модулю P. Следовательно, мой ряд начнется... Мой ряд начнется... B минус К. С места P, B минус К. Вот это Bm я обозначаю B минус К. B минус К мы уже вычислили. Теперь следующее. Чтоб следующее вычислить, опять получится линейное уравнение. АК умноженное... АК умноженное на B минус К плюс 1. Плюс АК плюс 1 на B минус К равно нулю. Равно нулю. Ну, равно нулю, потому что это будет уже следующее слагаемое при P. А произведение единицы... Эти единицы я задаю как 1 плюс 0 умноженное на P плюс 0 умноженное на P квадрат и так далее. Ну и давайте решим вот это уравнение относительно... Вот это уравнение надо разрешить относительно Bk плюс 1. Это разрешимо. Это разрешимо. Существует такое... Существует такое, что это равняется нулю. Ну и следовательно, вычислили следующее слагаемое. Ну и так далее. И так далее. Но не совсем так, потому что будет плюс 1. Будет плюс 1. Отсюда получится... Получится... Сколько раз входит... Сколько раз входит P. Поэтому получим вот такое... Диафантовое уравнение, которое имеет решение... Из-за того, что все тут взаимно просто. А, АК, АК плюс 1 взаимно просты. Ну и значит существует такое B, что это равняется... Единица появилась из-за предыдущего регистра. Ну и так далее. Мы получаем систему таких уравнений. На каждом шаге разрешается. Следовательно, получаем, что... Получаем, что и рациональные числа... Рациональные числа... Лежат в этом кольце. И вот давайте введем теперь... Значит, пространство формальных... КУП... Пространство формальных выражений... Формальных сумм... Сумма... АК... П в степени К... Рассет направо... По П... По степеням П... То есть, К меняется от Н0 до бесконечности. Такие... Это кольцо. Ну, более того, это поле. Это поле. Потому что мы только что показали, что существует деление. Это поле коммутативное, в этом кольце лежат кольцо целых чисел, обычных целых чисел, более того, лежат целых периодических чисел. И давайте на этом кольце я обведу сейчас норму, которая обладает вот таким свойством. Тем самым эта норма будет введена на рациональном поле, потому что рациональные числа-то тут лежат, это подмножество, рациональные числа являются подмножеством купе, поэтому если на купе я введу норму и введем, давайте, таким образом. Значит, длина вектора r пай длина, но не путать то с темпы, пай длина вектора p, это равняется p в степени минус n нулевое, где n нулевое — это первый ненулевой, первый ненулевой номер. Но нулевого вектора, нулевого числа равно нулю. Теперь давайте покажем, что это является метрикой. Более того, тут неравенство треугольника имеет совершенно не очень привычный вид. Неравенство треугольника имеет следующий вид. длина x плюс y, как я сначала напишу, а потом прокомментирую. p меньше или равно максимуму из двух чисел x по p или y по p. Ну, действительно, давайте проверим. Проверим. Но, в частности, это более сильное условие. Это более сильное условие. Нормальное условие неравенства треугольника было бы xp плюс yp. Но очевидно, что максимум тут меньше или равно. Обычное условие треугольника, тем более, выполнено. А выполнено вот это. Ну и давайте проверять. Давайте проверять. Вот пусть x задано в виде 0, а m, p, m. А m теперь может быть, то есть наши ряды могут начинаться с отрицательных степеней p из-за обращения. А m, p, m плюс, а m плюс 1, p, m плюс 1, плюс и так далее. А y, n, p, m плюс, а m плюс 1, p, m плюс 1, плюс и так далее. Тогда длина x равняется p в степени минус m. Длина y равно p в степени минус m. Ну и очевидно, что если x, y сложить, если x, y сложить и записать в виде суммы, извините, тут b, тут b, конечно, другие буквы. Если записать в виде суммы c, i, p, i и меняется от какого-то номера s до бесконечности, вот этот номер s будет больше или равно между двумя, больше или равно минимума между n и m. Ну, действительно, если n и m совпадают и вдруг получилось, что a n плюс b m в сумме дают p, то наша сумма начнется со следующего регистра. Ну, действительно, s больше, чем минимум n и m. Ну, а если n и m различные, то обязательно начнется в том месте, где самое левое, где левее. В том месте, где левее. Так вот, даже точно можем сказать, что если m не равно n, это равно просто минимуму. Ну, а отсюда следует, что длина x плюс y, с другой стороны, это равняется p в степени минус s, ну, а это меньше или равно, чем максимум p в степени минус m и p в степени минус n. Вот показали, это называется свойством ультра, ультра нормы или ультра свойством нормы в разных учебниках. По-разному удовлетворяет вот таким, вот таким, вот такому более сильному неравенству, чем неравенству треугольника. Это теперь задачи, задачи. Ну, давайте теперь, очевидно, зачем надо брать такую норму. Вот пусть x, чтобы заново не переписывать, пусть x, вот такая сумма, и рассмотрим частичные суммы. Рассмотрим частичные суммы, это сумма от i равно m до i равно m плюс k, а i по i. Рассмотрим такие частичные суммы. Тогда давайте докажем, что предел x катах в p-норме. Обратите внимание, что x каты — это натуральные числа. Каждое x катах — это натуральное число, потому что у вас суммирование, у вас суммирование, ну, не натуральное, извините, это конечный ряд. Он был бы натуральным, если m было положительным. То есть все, что начинается с положительным, это натуральные числа. x, k, p доказывает, что это сходится к x. Вот в этой норме. Сходится к x в этой норме. Или что то же самое, x минус x, k, норма p стремится к нулю, при k, стремящейся к бесконечности. В частности, вот эти числа, все ряды, которые начинаются с положительных степеней, являются замыканием натуральных чисел по апеодической норме. Является замыканием натуральных чисел по апеодической норме. Вот то, что я хотел рассказать про апеодическую. Эти числа обладают еще кучей дополнительными хорошими свойствами. Мы ими будем заниматься, но чуть потоже.